Здравствуйте! В эфире «Новосибирская неделя». Подведем информационные итоги минувших будней и покажем самые интересные материалы, подготовленные редакцией новосибирских новостей. Канадские телевизионщики присматриваются к новой ледовой арене. Чтобы показать хоккей и город с лучшей стороны, придется много поработать. Снотворное гуманный способ отлова бездомных животных. Проблему бродячих собак пытаются решить в Новосибирске. Сезон овощей и фруктов. Плоды из ближнего зарубежья везут фурами. Таможня перешла на 12-часовой режим работы. Дорога в Токио. Кубок России. Отборочный этап на Олимпийские игры впервые проходит в Новосибирске. Для электросамокатов и подобных транспортных средств могут ввести ограничения. Например, с сервисом по прокату самокатов предложили ограничить их перемещение в парках, в частности, у монумента Славы. Двигаться можно будет только по периметру, чтобы в пешеходных зонах было безопасно. В парках ездить можно будет только по спецдорожкам. Такая есть, например, на набережной, но не быстрее, чем 15 км в час. С такой же скоростью можно ездить и на улицах с интенсивным движением, на тротуарах и во дворах. Мощность электродвигателя сервис регулировать будет автоматически, потому превысить скорость технически невозможно. Арендованный транспорт нельзя будет оставлять на проезжей части, газонах, автопарковках, а вот у остановок и выходов в метро, а также у памятников, только с обозначенной дистанцией. Информация появится в мобильных приложениях для аренды. Мэрия и одна из компаний, предоставляющих самокаты, уже закрепили договоренность с соглашением. Через месяц строители приступят к укладке кровли на новой ледовой арене. До полной готовности, правда, еще далеко. Однако канадские телевизионщики уже решают вопрос, с какого ракурса лучше показывать матчи болельщикам по всему миру. На этой неделе Новосибирск посетили представителей иностранного телеканала, который отвечает за трансляцию игр. Пожелания телевизионщиков учли еще на стадии проектирования дворца. Показать в выгодном свете важно и сам город, не только с экранов, но и участникам соревнований и гостям Новосибирска. Потому к строительству подъездных путей, и внешнему виду левобережье самое пристальное внимание. Развязка физически, она вся будет сделана. Дорожное покрытие имеется в виду. Во всех слоях. Представитель подрядчика подтверждает мэру Новосибирска. Реконструкцию площади Лыщинского закончат в этом году. По национальному проекту здесь расширяют проезжую часть и строят дорогу к будущей ледовой арене. Расходы на развязку не возросли. Это около 530 миллионов рублей. У нас там частично переносится на следующий год работа. Но там в небольшом объеме, в пределах 10-15, может быть, до 20 миллионов работ. Это мы посмотрим в конце этого сезона, какие работы. Может быть, по обустройству, но дорожное основание будет выгодным. Часть средств не на асфальт, а на перенос коммуникаций, ливневую канализацию, на опоры для контактной сети троллейбусов. На новых участках можно будет сразу запускать их движение. Оно и не останавливалось. Работали дорожники по ночам. Сохранить сообщение между берегами было одним из условий. Скоро точкой концентрации общественного транспорта в левобережье станет новая станция метро. Параллельно с реконструкцией площади Лыщинского продолжается и строительство подъездных путей к будущей ледовой арене. В Дам, кстати, появился и металлический каркас наземного перехода к самой станции метро «Спортивная». Уже этим летом в планах отделка пешеходного перехода через Дамбу. Специально для него рыли тоннель. Для маломобильных людей переход оборудуют лифтами. Удобно, современно, эстетично. Это будет первый у нас пешеходный переход, где будет оборудован полноценными лифтовыми подъемниками, которые работать постоянно будут в круглосуточном режиме. Лифты пришли у нас, панорамные павильоны, лифтовые шахты будут в секре тоже. То есть одновременно будет все очень видно хорошо, когда будут люди подниматься и спускаться. Проект капитального ремонта самого Октябрьского или в народе коммунального моста сейчас дорабатывают. Замечания госглавэкспертизы устранят в кратчайшие сроки. Нет сомнений, что в ближайшие две недели экспертиза будет пройдена. Ну и дальше будем принимать решения по этапности и финансированию ремонта коммунального моста. Потому что без сдачи коммунального моста, без его капитального ремонта говорить о целом решении вопроса, подготовке к чемпионату мира, конечно, будет нельзя. Этот строительный сезон уже в разгаре, но для работы фактически остается чуть больше года. Сдать арену со всей инфраструктурой должны к концу следующего лета. Вероника Иванова, Данил Смирнов, Новосибирская неделя. Лето запоздало, холода жалуются даже в соседних азиатских республиках. Поэтому привычные для этого времени года овощи и фрукты только начинают завозить. Путь черешни и абрикосов с юга долгий, чтобы скоропортящиеся товары доехали свежими, на границе меняют режим работы. Таможня дает добро, но только если не нарушены законы. Кто еще стоит на страже продовольственной безопасности, узнал Александр Сульдин. Гранд-персона Жескар ДСТН или просто Жескар. Инспектор со стажем, шестой год в таможне. Вместе с кинологом Дмитрием Гоманом готовятся проверять машины. Сегодня ваша задача какая? Поиск наркотических средств, табачных изделий в автомобилях. Чтобы попасть сюда, фуры проезжают не только вот эти вот физические ворота, но и вот такие вот из двух колонн. Система Янтарь автоматически оценивает уровень радиации. Если он повышенный, в помещении поста срабатывает сигнализация. Машину прогоняют еще раз для проверки. Если сигнал повторяется, наступает очередь сотрудника с дозиметром. Он оценивает, находит источник заражения. Говорят, что фонить могут некоторые фотообъективы или даже китайские часы. Тубодила Рафиков везет из Узбекистана свеклу. Китайских часов в кузове нет. Жескар обнюхал фуру спокойно. Сегодня, наверное, быстро будет. Сегодня. Фрукты и овощи здесь в основном из Узбекистана. Помидоры. Запоздала в этом году черешня. В теплой республике весной стояли холода. Поэтому в Новосибирске ягода появилась на пару недель позже, чем обычно. В одной из фур 20 тонн укропа. Все это не должно простаивать. Таможенники усилили режим службы. Теперь работают по 12 часов с 8.30 утра до половины девятого вечера. Что-то запрещенное за всю историю поста почти не попадалось. Главная угроза на самих плодах. Это сорные растения, это вредители, это болезни растений. Поступающие продукции, образцы перемещаются в лабораторию. Мы их исследуем. В случае выявления эта продукция подлежит дополнительному контролю и утилизации. Эту черешню будут проверять три дня. В ней может быть грибок, вредный для местных растений. Его довольно сложно найти. Томаты пропустят за день, если, конечно, на них нет паразитов. Буквально неделю назад была обнаружена южноамериканская томатная моль на партии томатов из Узбекистана в количестве 10 тонн. Она прошла процедуру обеззараживания и также выпущена в обороты. А чем опасна томатная моль? Ну, она может акклиматизироваться и повреждать наши томаты. А два года назад в китайских персиках нашли плодожорку. Почти 50 тонн свежих фруктов пошли под бульдозер. Зато вредители не побили местные яблони. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирская неделя. Лесных пожаров стало меньше. Действовавший в регионе режим пожароопасности не так давно сняли. Однако то, что сгорает за считанные часы, приходится компенсировать долгие годы. Причем восстанавливать новосибирские леса – это не просто экологическая инициатива, но и обязанность соответствующих служб. Об этом рассказал начальник городского управления благоустройства общественных пространств Вадим Полищук. Вадим Владимирович, здесь у нас сейчас происходит восстановление городских лесов. Какая у всего этого глобальная цель? Общая площадь у нас городских лесов 8568 гектаров. Много свободных от деревьев, территорий. Вот этой работой мы занимаемся. Эта работа не просто происходит по нашему желанию, это и наша обязанность в том числе. У нас есть такой нормативный документ, как лесохозяйственный регламент, который нам предписывает ежегодно 15 гектаров территорий. Мы должны засадить лесами. По весне вот сейчас и осенью продолжим. И для того, чтобы остановить вот этот баланс, мы и увеличиваем количество городских защитных лесов, которые окружают город Новосибирск практически со всех сторон. Если этого не проводить, лес, естественно, конечно, будет сам восстанавливаться. Но таким способом мы ему помогаем. Вадим Владимирович, здесь сейчас садят сосну. Расскажите, почему именно эти деревья и какая у них приживаемость? Посадка сосны обусловлена тем, что это основная лесообразующая культура. Мы садим не только сосну, мы садим и кедр, и ель, но в гораздо меньших объемах, но тем не менее высаживаем. В нормальном считается 80-90% выживаемости. Вот по тем предыдущим посадкам, буквально нескольких лет назад, которые мы смотрим и постоянно отслеживаем, такой процент получается. То есть приживаемость довольно хорошая. Посадка леса сейчас происходит в Пашино. Насколько я знаю, уже второй год. Почему именно на этой территории и какие еще места в Новосибирске нуждаются в новых лесных массивах? Посадка леса производится не только в районе Пашино. Она производится по всем местам произрастания городского леса на открытых прогалах. В этом году мы акцию проводим в Пашино весною. Осенью мы вернемся к этой теме, к посадке культур и будем производить эту работу. Здесь продолжим и выйдем на Ключко-Мышинское плато. Значит, после того, как мы заполним вот эти открытые пространства, перейдем на следующую территорию. Мы выезжали в Чемской бор, смотрели те культуры, которые были высажены порядка 15 лет назад, их состояние. Поэтому говорить о том, что только Пашино нет. Весь периметр занимаем лесами. Радячих псов посчитают, городу нужно как минимум три вместительных приюта на 250 животных каждый. Это позволило бы наладить качественную работу с четвероногими беспризорниками. Об этом заявляют в городском комитете охраны окружающей среды. Как изменились способы отлова и почему собаки по-прежнему оказываются на улицах, разбиралась Татьяна Кияева. Нападают стаями и кусают. Бездомными животные становятся из-за безответственности человека. Владельцы собак не хотят стерилизовать питомцев, нередко оставляют псов на дачах после окончания сезона или вовсе отказываются от верного некогда друга. Бездомных животных отлавливают и отправляют в специальные центры. На правом берегу Новосибирска отловом собак занимается городской центры по проблемам домашних животных. На левом за это отвечает подрядчик – компания ОБЖ. Вместо петель и сачков – наркоз. Выстрел дротика со снотворной инъекцией. В Кировском и Ленинском районах сейчас используют именно этот альтернативный метод. Мы проводим легкую седацию животного. Животное обезвиживается, потом подходим и петлями, сетями забираем. Если делать это без седации, животное под стрессом, под адреналином, оно начинает очень сильно бульно себя вести, начинает вредить себе. Маленькой собаке достаточно одного миллилитра снотворного, а для большой нужно два-три. Пойманных псов перевозят в приют. Там четвероногих прививают, стерилизуют и чипируют. Все абсолютно животные, которые попадают к нам, они у нас чипируются. Поэтому, если владелец забирает животное, то при необходимости, по его желанию, мы можем внести информацию в эту электронную базу данных. Она общероссийская, она доступна. Чипирование, да, действительно, на сегодняшний день это единственный способ, который позволяет достаточно быстро и эффективно отслеживать. По закону усыплять собак нельзя. В Новосибирске всем пойманным животным ищут новых хозяев. Но добрых рук не хватает. Городу нужны новые приюты. Совместно с управлением терминарии мы делали расчет, какая потребность для города есть. Она у нас существует. Как минимум три приюта нужно в городе по 250 голов. Федеральная служба Минприроды предложила строить типовые приюты для животных. Есть два варианта – за 10 и 25 миллионов рублей. Соответствующий государственный проект пока разрабатывается. Татьяна Кияева, Алексей Андробаев, Новосибирская неделя. Международный молодежный хоккейный чемпионат в 2023 году. Этап чемпионата мира по волейболу уже следующим летом. Новосибирск начинает принимать все больше крупных и значимых соревнований. Надо отдать должное и силе спортивных школ, и объективному фактору. Появляются условия для того, чтобы заниматься, и для того, чтобы состязаться на самом высоком уровне. Современные спорткомплексы. На этой неделе в центр Евгения Подгорного съехался весь свет российской гимнастики. Кто блистал ярче, расскажет Михаил Якимов. Лучшие гимнасты страны в новосибирском центре Евгения Подгорного будут летать всю неделю. Кубок России по спортивной гимнастике впервые проходит в нашем городе. Организаторы, как бы доказывая, что не зря для предолимпийского турнира выбрали именно Новосибирск, решили сразу же произвести впечатление. Церемония открытия по размаху не уступает международным соревнованиям. Неудивительно, в этом зале должны себя проявить те, кто желает попасть на главные соревнования планеты. Японской тематикой пропитана основная часть церемонии. До Олимпийских игр осталось меньше полутора месяцев. Онлайн-трансляция смотрит во всем мире и китайцы, и японцы, и американцы, потому что очень хотят посмотреть, в какой форме наши российские гимнасты и гимнастки. И, конечно же, конкуренция очень сильная. Здесь, могу сказать однозначно, будет борьба, борьба за места, борьба будет на помосте, как у ребят, так и у девчонок, именно за попадание в команду, в команду на Олимпийские игры. Первыми в бой вступают мужчины, соревнуются в многоборье. После того, как определят победителей, посоревнуются за награды и в отдельных видах. У мужчин шесть снарядов. Вольные упражнения – конь, кольца, перекладина, брусья и опорный прыжок. У женщин четыре. Также есть вольные упражнения и опорный прыжок. А кроме них упражнения на бревне и брусьях разной высоты. Столь масштабных турниров, подобных Кубку России в Новосибирске, еще не проходило. Давно, больше 15 лет назад, в нашем городе уже проводили чемпионат страны. Но тогда по масштабу он был меньше. Особый антураж этим соревнованиям придает тот факт, что они предолимпийские. И сейчас в Новосибирске в центре Евгения Подгорного выступают только лучшие гимнасты со всей страны. И еще один немаловажный нюанс заключается в том, что подготовить большой турнир смогли всего за два месяца. Всего в Кубке России участвуют 39 мужчин и 29 женщин. Новосибирские болельщики ждут выступления своего любимца. Иван Стритович – единственный, кто представляет наш регион на соревнованиях. В этом году он пропустил чемпионат России, залечивал травму. На домашнем турнире выступает уже в полную силу, но медаль в многоборе, к сожалению, не получил. После новосибирского турнира сформируют окончательную заявку на Олимпиаду, куда войдут только лучшие из лучших. Михаил Якимов, Евгений Макаров. Новосибирская неделя. Эту неделю мы увидели такой. Еще больше полезной и интересной информации на сайте Новосибирские новости и в наших социальных сетях. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова